А в минувшее воскресенье в деревне Большие Чаки Урмарского района обвалилась часть школы. По счастливой случайности обошлось без пострадавших. Ольга Пырочкина подробнее. В понедельник 11 марта в 8.00 мог прозвенеть звонок на первый урок в школе деревни Большие Чаки. Учебный день должен был начаться для порядка 50 учеников. В здании с 74 года постройки занимались 32 школьника и 22 воспитанника групп детского сада, который находился здесь же при школе. Еще в субботу шли уроки, а в воскресенье утром рухнула часть крыши, стена и перекрытие между первым и вторым этажами. В здании находился только сторож. Как рассказала его супруга, он отделался испугом. Он просто услышал звук обрушения. Он сильно испугался. Траву нету. На втором этаже располагался кабинет химии и биологии. Под ним столовая и пищеблок. На памяти нынешнего директора серьезные средства в ремонт вкладывали два раза. По программе сельские спортивные сооружения и комплексная компактная застройка сельских территорий. Перед началом учебного года, 3 августа, была принята школа под эксплуатацию, то есть под учебный год. Она ежегодно принимается. Все акты у нас есть. Все подписано. Нареканий в это время не было. Однако то, что здание находится в плачевном состоянии, видно невооруженным глазом. На стенах заметны участки, где кирпичи уже перекладывали. А в спортивном зале для страховки даже усиливали конструкции. Крепления видны снаружи стены. Кроме того, талая вода с крыши стекает по стенам, отметил Михаил Знадьев. У каждого хорошего хозяина вот таких потеков никогда не было и не будет. Потому что надо строить правильно, изначально. Когда по стене идет влага, соответственно, и вода, и после дождя, и начинают там и стены разрушаться. По предварительным результатам проверок, потеря несущей способности конструкции произошла из-за ошибок при возведении, отметил министр строительства Алексей Грищенко. Мы склоняемся к тому, что все-таки была нарушена технология при возведении здания. Там были нарушены сама кладка стен. Технология нарушена. Была нарушена при возведении, то есть это несущая конструкция, операние несущей конструкции. Детально в причинах случившегося будет разбираться следственный комитет. А специальная комиссия, созданная по поручению главы Чувашии, уже приняла решение. Дети в этом здании учиться уже не смогут. Всех учеников распределили в близлежащие школы. 32 обучающихся первых и девятых классов с 11 марта, то есть сегодняшнего дня, будут проводить обучение в Шахабыловской основной школе. Кроме того, в данной школе будет продолжиться обучение старшая группа дошкольников. И младшая группа будет продолжиться обучение в Большая Янинской школе и Урмарского района. Добираться дети и преподаватели будут на школьных автобусах. Шахабыловский автобус будет задействован для подвоза учащихся с 1 по 9 класса и будет задействован автобус Большая Янинской школы для подвоза уже детей дошкольного возраста. До родителей, до законных представителей информацию о рейсах школьных автобусов мы сегодня уже довели. Что касается вещей учеников, лыж, спортивные формы, комплектов учебников, которые остались в разрушенной школе, их можно будет забрать через педагогов, когда специалисты решат, что это безопасно. Вопрос о ликвидации последствий ЧП находится на особом контроле главы республики. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Павел Редков, Республика.